Продолжаем, нас ждёт очередное испытание рисунком подсолнух. Вот это будет гораздо интереснее, потому что у нас не только тупо орехи, либо тупо звёздочки. На самом деле тупо звёздочки это интересно, но всё же. И да, во-первых, мы, кстати, можем не взять. Что будет, если... Неважно, эксперимент потом. Нужно взять просто несколько растений, которые нам нужны. А, попробуем не взять. Давайте попробуем не взять. Так, надо бомбу взять, лепёшку, картошку. Эм, или не пригодится. Не пригодится. Нет, пригодится. Не пригодится. Возьмём масло. Масло. И после чего используем ещё какие-нибудь колючки, как всегда. Каменные колючки. Ледострелка. Нет. Двустрел и этот. Неужели мне всё же сдали? Так, ну да. Решили сказать, что не прав я. Ну, значит, нормально. Тогда возьмём. Всё же, мини-игра не доделана, но всё же правила решили указать. Надо сделать в виде подсолнуха. Сразу скажу, не похоже. Не похоже на подсолнуха это. Наверное, потому что если бы делать ободочек из подсолнухов, то тогда было бы странно. Пусть подсолнухи были бы и тут. Как любят сажать вот здесь, подсолнухи вот здесь и так далее. А, так что ж нет. Орехи сюда. Надо было что-нибудь атакующее было взять бы. Никто из нас не взял это. Ну, ладно, ладно. Так. На стебелёк из зонтиков растений. Как оно называется? Да, так и называется. Лист растения лист. Зонтик лист. Зонтик лист. Зонтик лист, что ли? Зондолист, скорее. Да, конечно, то, что оно тут мешает нам сажать растения, это плохо. Вот эти нам загородят весь путь. У нас есть солнышки, а, зверточки. Это ведь челлендж звёздочковый как раз. Вы снова повторяйтесь. Ну нельзя ж так. А, да, у нас мало подсолнечного будет. Надо было взять что-нибудь подсолнечное. Получилось, да? Давайте я схитрю. Молодец! Получилось! А, ну, кое-как получилось. Ладно. Не особо я хитрец, видимо. Надо бы ещё орешек найти. Который ещё не найден. А, да, масло спасло. Растение повезёт. Представьте, если растение с шансом будет стрелять только масло, а? Прямо такое вот везение будет, что всю игру, всю игру будет стрелять с помощью масла. Это такой шанс сработает, что прям... Вообще, мне не очень сложно, достаточно быстро, потому что тут у нас не просто надо подержаться, именно сделать всё, как нужно. Не так что-то и сложно, как вы думаете. Или вы не думаете. Это зря. Что, стреляет? Попадает? Да! Задним солнышком, да. Кое-как забьёт, надеюсь. Ну да. Зонтальнистки, дурацкие. Пожалуй, стоит защитить чего-нибудь вот здесь. А, ну там уже стрельба идёт с зоночками. Чё-то я совсем запутался. Ну ладно, придётся так тогда. Это больше похоже не на подсолнух, а скорее на звёздонсолнух. Какой-какой? Звёздонсолнух, да. Звёздонсолнух. Если бы я мог писать это в названии, было бы весело. Но, увы, название содержит только лишь название мини-игры. Хотя... Ещё чуток. Пять растений осталось. И неправильное шесть! В смысле, четыре. Совсем неправильно. Пожалуй, больше подсолнухов. Надеюсь, нам поможет. Кое-как криво, оно поможет. Вот так. Подзвёздники. Кто-то ест... А-а-а. Сверху. Нормально. И не сложно, и не просто. Нет, просто, вы чё? Мини-игры-то практически все простые. Или не все простые. Я не помню. Вроде и простеньки достаточно. Пять минут уложился. Ха-ха. Поэтому в честь этого мы посмотрим другую мини-игру. Сразу же после этого... Вот. Мини-игра Зенгарден называется. Смотрите, вот по центру. Мини-игра Зенгарден. В мини-игре Зенгарден вы можете зарабатывать монетки. Плевая растения. Это мини-игра скрытая. Вы её так просто не найдёте в мини-играх. Я вам покажу. Видите? Смотрите, мини-игр открываю. Нет Зенгардена! А вот здесь он есть, вот по центру. Видите Зенгарден? Вот это вот что? Это не то. Нет, нет. Не то. Зенгарден только здесь есть. Скрытый. Можете поливать растения. И получать за них монетки. После чего на эти монетки... Можешь тоже активировать улитку, которая будет собирать монеты. Где улитка? Улитка может собирать монетки. Улитка собирает ваши монетки. Но ни в коем случае не наши. Это бред. Видите, растения, которые достаточно политые, их можно замузыканить. Либо обшикать. Но обшикать это платно. Нужно покупать эти обшикиватели. Ах да, складка. Складка может ускорять улитку. Обшикать, кстати, и после того, как польём растения по музыканим, оно будет время от времени спускать монетки. Можете здесь сидеть и зарабатывать монетки. И улитка будет их собирать. То есть может даже уйти отсюда далеко. Но эта мини-игра слишком долгая. Я вам не буду всё показывать. Мини-игра не закончена, потому что она не кончается. Потом, когда определённое время пройдёт, снова нужно будет поливать. А как будут монетки выпадать? Видите, все растения у нас либо золотистые светятся, либо хотят пшикаться. Видите, монетки выпадают, и будет собирать улитка. А ещё есть ночной сад. В ночном саду можно тут грибы растить. Видите, грибы. Растут они. Грибы тоже надо поливать. Несколько раз, после чего... Тут улитки, увы, нет. Придётся вручную всё собирать, если вы хотите собирать это. Конечно, печально, что вручную придётся... Да, та большая лейка, которая, видите, в радиусе поливает, это только при покупке можно такое делать. Да, дают сразу три монетки, как видите. И тоже начинают светиться. То же самое, работа только без улитки. По-моему, они даже, если их поставить в обычном саду, их можно поставить в обычном саду, с помощью тележки, вагонетки, то в таком случае они будут... катить. В смысле, не катить, а просто... Они не будут работать. Их тоже можно пшикать иногда. В данном случае получилось так, что все промузыкалились. Ещё есть сад, в котором не нужно пшикать. В смысле, поливать. Не нужно пшикать, я не помню, вроде бы нужно иногда. А вот так, вот такая вот мини-игра. Она скрытая. Ну ведь скрытая, видите. Видите, кубок я не смог получить, потому что он не законченный уровень-то. Не кончается. До свидания.